Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем обзоре речь пойдет о гаджете от производителя Sonoff. И это будет не самое бюджетное и ходовое реле Sonoff Basic. Это будет более интересный и продвинутый гаджет. Итак, герой сегодняшнего обзора – реле Sonoff iPhone 03, версия 2019 года. Как становится понятным из названия iPhone, устройство имеет какое-то отношение к вентилятору, и это действительно так. Гаджет представляет собой двухканальное реле, которое управляется по Wi-Fi и при помощи радиопульта. Это, кстати, дает возможность использовать его совершенно автономно. Один из каналов реле предназначен для управления освещением, включить и выключить. А второй канал предназначен для вентилятора, и он имеет ступенчатую регулировку мощности. Реле рассчитано на работу в сетях переменного напряжения от 100 до 240 Вольт и частотой 50-60 Гц. Максимальный входящий ток до 5 А, выходящий ток на канале по освещению до 3 А, на канале вентиляции до 2 А. Устройство управляется посредством сети Wi-Fi 2.4 ГГц или при помощи радиопульта частотой 433,92 МГц. Размер устройства 116 на 55 на 26 мм. Оформление коробок от санов теперь в зеленой гамме. В правом верхнем углу есть пиктограмма DIY, Do-It-Yourself, сделай сам. Производитель делает серьезные шаги в сторону интеграции с сторонними системами. Я еще буду делать обзоры в этом направлении. Также есть пиктограммы о совместимости с Google Home, Amazon Alexa и FTTT. В коробке я нашел реле, довольно крупный пульт управления с 8 клавишами, инструкцию на 7 языках, в том числе на русском, и дополнительный буклет озаглавленный «Есть проблемы». Пульт прямоугольный, без каких-либо закруглений, все параллельно или под 90 градусов. Размер 86 на 45 на 12,5 мм. На фронтальной поверхности имеется 8 кнопок, об их назначении чуть далее. Пульт работает по радиоканалу 433 МГц, что логично, так как такое реле обычно спрятано и возможности для управления инфракрасным пультом нет. Работает пульт от батарейки 27А12В, которая идет в комплекте. Для предотвращения разряда один из ее контактов закрыт картонной вставкой. Как я уже и говорил, в инструкции есть раздел на русском языке, где описаны возможности и способы подключения реле. Тут же на одной из картинок описание кнопок на пульте. Встречавшиеся мне ранее реле санов имели винтовые контакты, а вайфан 0.3 уже есть провода, как у бродлинка. 5 проводов, 2 это входящие фазы и 0, 3 это выход, общий 0, фаза для света и фаза для вентилятора. С другой стороны две антенны для вайфай и для радиопульта. Такая конструкция обеспечит связь даже с глубоко спрятанным в стене устройством. На верхней крышке имеется единственная кнопка, при помощи которой устройство переводится в режим сопряжения с пультом бестанционного управления и сетью Wi-Fi. Внизу продублированы параметры устройства, а главное имеются подписи ко всем контактным проводам. Настоятельно рекомендую перед подключением проверить соответствие фазы и нуля. Для испытаний я собрал тестовый стенд, в котором роль вентилятора будет играть энергосберегающая лампочка. После первого включения реле переходит в режим сопряжения, при этом оно начинает пищать. Два коротких и один длинный писк. Для подключения пульта нужно нажать и удерживать любую из его клавиш, пока реле не пискнет и звук не пропадет. После этого пульт готов к работе. Для линии освещения имеется только один режим и одна кнопка «включить» и «выключить». А для линии вентилятора целых три режима и четыре кнопки, в том числе выключение. Нужно сказать, что после включения линии вентилятора переключение режимов активируется не сразу, а через несколько секунд. Работу режимов можно отследить по яркости освещения энергосберегающей лампочки. Первый – это самый слабый, третий – самый мощный. Включение происходит при нажатии на кнопку любого из режимов. Для выключения имеется отдельная кнопка. С освещением все проще, только включить и выключить. Для управления реле используется приложение Evelink. Выбираем добавление устройства, быстрое сопряжение и вводим пароль для Wi-Fi сети. Нужно, чтобы смартфон в это время был присоединен к сети 2,4 ГГц. После этого запускаем режим сопряжения и ждем, пока смартфон найдет устройство и перейдет к заключительному этапу настройки. Осталось только задать имя новому устройству и оно появится в общем списке. Здесь оно похоже на обычное двухканальное реле санок. Плагин красивый и интуитивно понятный. Когда все выключено, фон темный, когда включено – синий. Аналогично темным и синим видны пиктограммы на кнопках управления светом и вентиляцией. Понятно, что включено, а что выключено. Включение вентилятора аналогично пульту по нажатию на кнопку нужного режима – одного из трех. Кроме этого, в приложении можно настроить расписание для включения и выключения освещения. В меню настройки есть данные о мак-адресе, имени и версии прошивки. Работа через приложение в целом аналогична пульту, если не считать чуть более длительных пауз между нажатиями реакции и реле. Но все в пределах нескольких секунд. Для работы с Google Home нужно перейти на страницу «Добавить» – ранее настроенное устройство, после чего откроется страница с уже добавленными и перечнем совместимых аккаунтов в сторонних приложениях. Ищем приложение Smart WeLink. Для подключения нужно ввести свои учетные параметры, те же, что и при входе в Evelink, и немного подождать для синхронизации. После этого все устройства из аккаунта добавятся в Google Home. Для iPhone 03 добавляются два устройства – вентилятор и освещение. Здесь можно просто включать и выключать, возможности устанавливать режим работы не реализован. Работает медленнее, чем через родное приложение, но вполне терпимо, особенно учитывая то, что теперь реле управляется голосом. Многие слышали, что Google работает над русским языком для управления умным дома, но не все знают, что протестировать это можно уже сейчас. Для этого нужно перевести интерфейс смартфона на английский язык в настройках, а в настройках аккаунта Google Home добавить вторым языком после английского русский. Названия комнат должны оставаться на английском языке, но управлять теперь можно и на русском, хотя и с некоторыми огрехами в интерфейсе. Окей, Google, включи вентилятор в ванной. Окей, Google, выключи вентилятор в ванной. Конечно, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание. Выключаю. Окей, Google, включи реле в ванной. Хорошо, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание. Включаю. Окей, Google. Выключи рельеф ванны. В этом обзоре я специально не касаюсь вопроса интеграции с альтернативными системами управления, тем же Home Assistant. Дело в том, что производитель санов сейчас ведет активную работу над тем, чтобы такие интеграции были доступны прямо из коробки. Об этом и говорит вот этот логотип DIY, сделай это сам. По информации от представителей производителя, прошивки, в которых будет активен уже такой режим разработчика, режим интеграции со сторонними системами, будет доступен в ближайшее время. И сразу, как только у меня появится эта информация, я сделаю видео о том, как интегрировать такие реле с системами управления. Герой обзора это пример гаджета, при помощи которого можно автоматизировать, например, ванную или туалетную комнату, так как именно там чаще всего встречается такой тандем освещения и вентиляции. Фишкой устройства являются три режима для работы вентилятора. А наличие в комплекте пульта дистанционного управления позволяет использовать это реле абсолютно автономно, без приложений, вайфаев, там умных домов и прочее. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok